МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Украину приезжал ревизор. Две недели миссия МВФ определяла размер той дыры в Украине, в которой исчезают деньги, и решала, стоит ли денег в эту дыру подсыпать. Миссия уехала и, скорее всего, увидела очень много. По крайней мере, украинские чиновники схватились за голову и начали один впереди другого говорить о том, что вряд ли мы увидим четвертый транш, это ни много ни мало, 1 миллиард 200 миллионов долларов. И сегодня МВФ выступил с другим заявлением, от которого в украинском политикуме зависла пока немая сцена. МВФ четко дал понять, денег не будет, пока в Украине не начнут сажать тех, кто на этих деньгах нагревает руки. Интересно, пойдет ли Украина на этот сценарий утром посадки, вечером деньги? Очень хороший вопрос. Добрый вечер, уважаемая аудитория, добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо, что пришли. Кто из вас уже ознакомился с сегодняшним достаточно резким заявлением МВФ? Мне оно показалось настолько резким, там столько моментов, что мое мнение субъективное вряд ли нам стоит в ближайшее время ждать четвертого транша. У кого-то есть другие мнения? Пожалуйста. Ну, вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что, на жаль, знаете, как черная дыра. Сколько сюда, в эту страну, не дают денег, они куда-то сдеваются. И потом всплывают у кого-то в офшорах, в фирмах, еще в чем-то. И вот, вопрос в том, что уже мы странши неодноразово отримали. Звитов никто не видел, как они использовали, эти странши. Сколько действительно было этих денег задеяно для экономики Украины? Куда они пошли? Сколько рабочих везда было сделано? Сколько промышленности было поднято? Но мы видим, что чем больше денег дается, тем лучше в стране. Потому что никто не может спорить тот факт, что, на жаль, сравнительно с этими годами, которые были до этого, у нас все лучше и лучше. И поэтому я понимаю МВФ. Хотя, честно говоря, я как украинец, мне очень прикро смотреться на то, что мы с протянутой рукой постоянно просим что-то. То есть мы сами не можем оборвать коррупционные схемы, которые выплывают так между пальцами и крошей. Сергей, понимаете, в чем беда вот этой ситуации? Ну, откровенно, не только Украина. Да, это позорно. Мы стоим с протянутой рукой. Но не одни мы в мире все-таки перед МВФ стоим с протянутой рукой. Но я не могу вспомнить другие руки, на которые хотят надеть наручники. Понимаете? Вот в чем стыдова этой ситуации. Но об этом мы поговорим немного позже. Давайте вначале оценим вопрос. Евгений Копенус, вы у нас замминистра финансов Украины. Скажите, насколько критически или нет важен для страны этот четвертый транш? Я не ошибся, кстати, вначале. Миллиард 300 или миллиард 200 миллионов? Если можно, то все-таки давайте поднимемся с приводу звитов, куди и как идут эти деньги. К деньги от МВФ идут на пополнение валютных резервов Национального банка. Не всегда. Останние деньги, которые вы говорите, идут на пополнение резервов. И все значило, что на сегодня Национальный банк проводит независимый аудит. Вы открываете этот аудит результатов и смотрите все деньги, куди и как они пошли. Если говорить с приводу государственного бюджета, то в государственном бюджете заложено 3% дефицита, но это не означает, что это деньги МВФ. Это деньги от приватизации, это деньги от заложения других активов. Но это не те деньги, которые спрямовываются от МВФ. Это второе. Если, пожалуйста, третье, то у нас на сегодня предбачен на следующий рік достатный бюджет, который не зависит от МВФ, который сбалансирует, и в достатной мере, чтобы его выполнить, мы абсолютно уверены, оскільки те показатели, которые заложены по доходной части, они были угодлены с большинством экспертов, большинством фаховцев, и не выкликали никакого застережения. Вы правильно понимаете, что на мой вопрос, насколько критично нам получить этот транш, вы говорите, не критично. Выживем. Можно, если конкретизировать? Я скажу, что не критично, но для нас это надзвичайно позитивный сигнал про то, что Украина есть страна, которую можно инвестировать, и мы уверены, что другого выхода... Причем же позитивный пока сигнал. Давайте теперь читаем вместе заявление Валерии Гонтаревой, главы Носбанка Украины. Если... Открываю лобки. Если мы... Ну покажите снова, я же не помню на память цитату, я ее очень уважаю, Валерию Гонтареву, но на память ее выступление не учующе. Если мы не получаем следующий транш, то у нас резервы начинают таять на глазах. И то, чем мы занимались последние два с половиной года, когда стабилизировали ситуацию, растили наши резервы, обеспечивали макроэкономику, в общем, все это начнет испаряться. Валерия Гонтарева с вами не согласна и предрекает, в общем-то, если не крах, то голодные дни для украинской экономики. Но если посмотреть на резервы, которые последним часом были, и динамику резервов, у нас ситуация достаточно стабильная, и нет никаких, скажем, на сегодня предпосылок для того, чтобы говорить, что в разе отсутствия соответствующего траншу будет критичная ситуация. И я хотел бы еще раз наголосить, что для государственного бюджета это не является основой, оскольки государственный бюджет строился на других показаниях. Хорошо, на бюджете не отразится, а на курсе гривня как может отразиться? Мы уверены, что у нас показания инфляционной будут в тех рамках, которые закладены, если мы проходим следующий год, и если у нас не будет соответствующего изменения показания по валютным резервам, соответственно, не будет никакого изменения по валютному котированию. Николай Скорий, как вы считаете, если и четвертый транш, если и четвертый транш от МВФ, придется ждать год, как мы ждали третий. Помните, обещали на ноябрь прошлого года, дали в сентябре, кажется, да, этого года? Практически год. Но как-то же выдержали. Доживем, проживем год без транш? Ну, наверное, начать, может, немножко с другого. Вот первое, что есть несколько таких основных моментов, которые представители правительства всегда говорят, что средства МВФ, они не идут в бюджет, поэтому, когда говорят о развитии экономики или еще о чем-то, то это не так. Они идут на самом деле на поддержание золотовалютных резервов страны. Правильно? Правильно. Теперь дальше, второй момент. Пусть мне расскажут, когда правительство имитирует облигации государственного внутреннего займа и Национальный банк их успешно выкупает, как это происходит. Следующий момент. Вот если брать этот бюджет, который, вы говорите, что он такой сбалансированный и хороший, 28 миллиардов вам, если по памяти, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, 28 миллиардов вам необходимо на повышение минимальной заработной платы, из которых 20 миллиардов вы собираетесь взять за счет самого повышения этой минимальной заработной платы, а больше 4 миллиардов добавить по отношению к текущему году тех средств, которые должен Национальный банк перечислить как доход от... Это не так. По-моему, так. Больше 4 миллиардов. Не так. Нету там средств, которые должен перечислить Национальный банк. Как это нет? Как это нет? А с чего должен перечислять? А может быть, они в последней редакции все-таки отказались? В 28 миллиардах нету ни копейки средств от Национального банка. Нет. Николай, если вот... К чему вы ведете? Одну секундочку. Значит, вот давайте, как бы, может быть, немножко о другом. Совершенно нету позиции правительства в отношении того, как страна будет дальше жить в применении того, что такое кредит Международного валютного фонда. Это поддержание финансового рынка. У нас получается, вот по указке Международного валютного фонда, наши финансовые институты, то есть наша, как бы, финансовая отрасль нашей страны, она стоит, как бы, телега впереди лошади. То есть у нас совершенно не развивается промышленность. У нас произошла полная деиндустриализация страны. И фактически это идеология. Если проанализировать все страны, где работал Международный валютный фонд, начиная, там, с Перу 70-х годов, кстати, вот такой маленький пример. Мы все знаем, что такое медельинский картель. До 70-х годов, то есть до начала сотрудничества Колумбии с Международным валютным фондом, Медельин, это была одна из самых, таких, лучших и благополучных областей Колумбии, индустриальных. На сегодняшний день она известна всему миру только как производитель наркотиков. Это правда. Мы должны понять... Кстати, что МВФ ее до этого брал? Во многом благодаря тому, что позиция МВФ, это то, что главное в стране, это финансовые рынки. Финансовые рынки, безусловно, важны. Но для страны важно, что страна производит. Как страна защищает свой внутренний рынок. Как страна защищает своего производителя. Да мы много говорим о всемирной торговой организации, о разных других вещах. Мы совершенно не занимаемся защитой внутреннего рынка. Мы совершенно не занимаемся развитием производства. Ну и судя по последнему заявлению МВФ, там видят, что мы абсолютно не занимаемся борьбой с коррупцией. Несколько слов хочу задать вопрос Александру Кузьмину. Вы совершенно правильно сказали, что прецедента, вот опять же я проанализирую, прецедента, чтобы МВФ увязывал вопросы предоставления кредита с вопросами посадок конкретных чиновников в стране, такого точно не было. Были разные примеры, но таких точно не было. Александра Владимировна, как вам последнее заявление МВФ, которое я называю сначала садим, затем кормим? Я хочу сказать спасибо МВФ, потому что за свою историю государственной службы я очень часто до них обратилась, когда я упиралась в стену мертвую коррупции чиновников в Украине, ну например, с вопросами дирекуляции, с прощением умов ведения бизнеса. И уряд, как один, говорили на телебачение, что да, это нужно делать, а когда седали за стул, там было интересно, совсем иначе. И тогда я шла до МВФ и записывала необходимые решения для бизнеса в умовы МВФ. И тогда я уже приходила на кабин и говорила, не выполняйте эти умовы, вы не получаете деньги. Спасибо МВФ, что они сейчас поставили требования к анализу. Нет, нет, нет. Я дякую, что они используют этот механизм. Почему? Потому что, я думаю, всем депутатам очень больно чути, когда всех депутатов обзывают коррупционеров, что мы все воруем, что мы сидим на схемах. А до нас приходят как бизнесмены, мне принесли, например, последние три дня я маю информацию про 10 миллиардов технического ПДВ, которое пан Насиров со своей командой скрутил по Украине, продавал, как он выходит. У меня уже есть схемы, у меня есть фирмы. И я думаю, что это вопрос, когда паня Згуладзе давала последнюю конференцию, она спросила, что вы спросите про Дею? Что никто не спросит про Насирова. И то есть вопрос, спасибо МВФ, я хочу только обратиться к одному, чтобы вопрос о посадке не было только вопроса до той Влады Януковича, чтобы было вопрос о посадке тех, которые сегодня сидят на схемах. Откаты ПДВ. Откаты ПДВ. Митница. Я рассказала сегодня, пан Кличко может почуя, каждую неделю идут ярмарки в Киеве. Пан Кличко, пройдите, пожалуйста, с вашими людьми и владой. До меня подходит 500 долларов, место, 500 долларов, біля арсенала, место, чтобы выйти с выносной торговлей. И тому, будь ласка, не давайте МВФ-транш, пока они не будут руки гореть, зад гореть, ноги гореть. Все, что вы микро не взросли. Сергей Рудик. Сегодня, коллеги, я так разумею, что я един из присутствующих пришел сегодня с реальным меморандумом украинской мовы, который официальным перекладом, с которым теперь может ознайомиться каждый. Потому что мы на одном... Вы представник главы. Вы представник главы. Сергей, вы сейчас продолжите, я вам хочу напомнить, мы сейчас обсуждаем сегодняшнее заявление МВФ по итогам двухнедельной проверки в Украине. Это не официальный запит народного депутата Рудика, официальный ответ министра финансов. И мы имеем этот текст. Украинская мова. Дивимся, кинець. Маяки. А вообще-то мы его должны были иметь мать украинской мовы до его подписания. А не на ваш заход после подписания. Но мы имеем в данной ситуации. Тут есть таблица, выполнение так называемых маяков. Когда мы получили предыдущий транш, все стоит, смотрите, выполнено, 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 выполнено. А это то, что мы должны сделать до конца грудня. То есть мы даже теоретично не могли отримать ранее сечня этого транша, на мою думку. Потому что два пункта стоят на грудень. Какие пункты не выполнены, по которым есть уже вопросы, и мы можем говорить, что только выполнено их, Украина может рассчитывать на транш. Это, в частности, по НАБУ. Я так понимаю, что это основная проблема раздративания. И последний лист посла США до Верховной Ради, что для меня вообще не принятым, не пропустила сама постановка питания. Тем более, что все прописано в меморандуме. Мы должны до конца листопада внести в Верховную Раду законопроект, который регулирует несколько вопросов. Это, в частности, очень резонансное вопрос по так называемому прослушиванию всех граждан Украины. Пока мы это не выполняем, говорите сейчас. То есть я не видел сегодня никакого вашего драматизма. Я не видел. Пока это не выполняем, не будет. Они писали про наступление. Они писали про то, что должен быть обе земель. Этот законопроект должен быть внесен в парламент. Мы же понимаем. Мы приняли меморандум. Но после чего мы свалили... Но после чего мы свалили законопроект. Вы все говорите правильно. И маяки от МВФ упоминаете правильные. Не видите драматизма? Подскажу, давайте разберемся вместе, есть драматизм или нет. Маяк сегодня появился новый. Поймите это. Читайте цитату вместе со мной. Нужны решительные шаги для борьбы с коррупцией, которая остается наиболее часто упоминаемыми предприятиями для бизнеса в Украине. Немного пропускаем. Большим шагом стала публикация электронных деклараций. Все это понятно. Но все еще нужно достичь ощутимых результатов в привлечении к ответственности. Здесь каждое слово как гвоздь. И осуждение коррупционеров из числа высокопоставленных чиновников, а также вернуть доходы, добытые коррупционным путем. Чем вам не драматичный маяк? Вы хотите, чтобы они сказали про то, что они против зарплаты в 3200 минималки? В меморандуме этого не было. Зарплата в 3200, если требует сажать людей. Чиновников требует сажать причину, что зарплата в 3200. Это посередкованная ответственность с вопроса не внесения в парламент законопроекта по НАБУ по увеличению их уважения. Это прямая письма. Но, возможно, если мы продолжаем центральный стопад, ничего страшного не станет. Главное, давайте не связывать это. Для российских банков, для российских банков. И, соответственно, мы зареестрували в свободе постанову, чтобы была створена темчасовая следовательная комиссия, которая бы расследовала факты коррупции национального банка. Я вот сейчас укалю, безотносительно деятельности Нацбанка, я вижу, что сегодняшнее заявление вы не читали. В этом же заявлении идется о полном удовлетворении миссии МВФ работой Нацбанка. И Нацбанку рекомендуют, в общем-то, двигаться в том же ключе. Правильно, но если будет створена темчасовая следовательная комиссия, то и чиновники Нацбанка мают сидеть за эти злочины. Но, соответственно, мы должны не только растягивать руку до МВФ, мы должны вертать деньги из офшор. У нас сегодняшний закон о повернении денег, вкраденных Януковичем по прозвищу. Янукович, Захарченко, Арбузов. Цей закон даже не был поставлен в порядок ден. Вот где брать гроши потребно. И не потребно, теньки, постоянно протягивать гроши до МВФ, а потому что эти гроши рано или поздно нужно будет отдавать нам, нашим битям, нашим мукумам. Борислава Березовна, вы верите в громкие дела и громкие приговоры против тех людей, на которых, в общем-то, указывает или намекает МВФ? Знаете, есть такая поговорка, громкие слова сотрясают воздух, только громкие дела сотрясают историю. Здесь то же самое, но надо посмотреть немножко назад. Давайте сделаем два шага. Почему произошло такое заявление от МВФ? Кто-нибудь задумывался об этом? Потому что у нас коррупционеры, они об этом и раньше знали. Потому что воруют? Так и тоже не в новинку, давно воруют. Потому что они получили впервые за долгое время доказательства о незаконном обогащении достаточно большого количества людей. Каким образом? С помощью электронной декларации. И именно эти электронные декларации фактически на Западе наши коллеги воспринимают как явку с повинной большинства украинских политиков. Особенно тех политиков, которые никогда не были в бизнесе, всю жизнь занимались исключительно госпосты или были в политике. И вдруг они миллионеры. Это не просто удивляет их, это их возмутило. Долларовые миллионеры. И возмутило больше всего их то, что деньги налогоплательщиков Соединенных Штатов Америки, Европы и других стран вдруг перетекли в налоговые декларации украинских политиков. Именно поэтому заявление последовало непосредственно сейчас. После анализа всего, что сказали в МВФ, можно говорить о том, что когда госпожа Корчак некоторое время назад встречалась с представителями МВФ, ей тоже сказали, что их могут допустить к западным реестрам. Где будут указаны не просто офшоры, а даже конечные бенефициары, на которые записаны самолеты, яхты, квартиры, которых нет в электронных декларациях, но которые точно за нашими западными партнерами принадлежат украинским политикам. И вот это самое важное. Татьяна. Очевидно, что МВФ явно не задоволенна действиями украинской влады в вопросе борьбы с коррупцией, и они про это очень четко сегодня артикулювали в своей сегодняшней заявке. Но я бы эту заявку рассматривала из двух контекстов. Коллега из Министерства финансов подтвердит, что это была миссия, которая должна была зафиксировать, обстеживать, поделиться, что сделано, что не сделано. И очевидно абсолютно, что за результатами ее работы сегодня не мало было заявок про то, что мы даем транш, или мы не даем транш. Потому что по результатам понаслика, они едут до себя, они пишут звит, этот звит рассматривается на радио, и там есть определенная процедура, мы это с вами знаем. Так вот, а почему сегодня прозвучали эти меседжи? И они есть и по бюджету, и по коррупции. Потому что они от нас ждут, а каким будет бюджет? А как он пройдет? А чи не появится там третий реестр ПДВ? А как будут раздуты державные витрати? Чи будут закрыты? Дерка же не только с рефинансированием банков. Дерка есть в пенсионном фонде, дерка есть субсидиями, дерка есть на митнице, дерка есть с отшкодированием ПДВ. И этих дырок есть безлеч. Поэтому они сейчас будут ждать. И эти меседжи нам четко даны для того, что, шановые, мы будем уважно дивиться, каким будет ваш бюджет. И, кстати, там местится також посылание про то, что они хотят видеть анализ вплива подвищения минимальной заработной платы до 3,200 на сбалансованность бюджета. Это первая вещь. По-друге, они хотят видеть, чтобы отвязать все другие зарплаты, чтобы не было у Зривнялевки, когда прибиральница и проведенный специалист получают одни деньги. Это все также там есть. Окрім того, там есть прослушка НАБУ, там есть створение антикорупционного суда. И это де-факто означает, також институционная спроможность, независимость НАБУ от прокуратуры. Это де-факто означает, что траншами мы не отримываем никогда. Потому что за это политическую волю голосовать не надо. Как все эти дыры латать. Действительно много. И не только МВФ об этом говорит. Можно начать все-таки из того, что в Украине всегда были такие традиции, что третий транш практически никогда никто не отримал. Проте этого раза третий транш был отриман. Если говорить о том, почему отриман. Это прекрасно. Сколько нет? Сколько нет? Если говорить о том, почему отриман. Потому что как раз было что-то сделано. Мабуть сделано как раз антикорупционное агентство, которое на сегодня работало. Депутаты Верховной Ради, которые приняли за это на проект. Записаны те реформи, которые они должны делать. И это как раз реформи по заработной плате. И это реформи по отдалению той дыры, которая у нас есть в пенсионном фонде. И еще речи. И мы уважаем, что это нужно как раз працювать. Почему вы об этом забываете? Мы должны как раз над этим працювать. Правильно? И мы как раз переконаны, что не самосиль отримать транш, а самосиль сделать те реформи, завершить их. Чтобы Украина как раз могла быть развиненной Украиной. И могла жить спокойно без всех этих траншек. Но на сегодня мы должны это обеспечить. Это по-перше. Если говорить с приводом миссии, которая приезжала, стоит отметить, что, по-перше, она проанализировала бюджет. И за результатами было значено, что она хочет увидеть принятие бюджета. И мы надеемся, как раз в Верховной Раде, который внесен, он будет в ближайшее время принятие. И миссия зазначила, что будет рассматривать принятие после того, как будет принятий бюджет. И она увидит, что те показатели, которые сегодня в этом бюджете, будут отвечать тем показателям, которые будут в бюджете принятым. Это основная задача, которая стояла. Также, да, конечно, были другие вопросы, которые поднимались. Но основное вопрос, это как раз до Верховной Рады, когда будет принятый бюджет. Не получится ли так, что в этом году Верховную Раду снова будут шантажировать ради принятия бюджетом? И в очередной раз, кстати, и требованиями МВФ. Сергей Каплин, как вы считаете, козырь МВФ будет разыгрываться в стенах Верховной Рады при голосовании за бюджет 2017 года? Я бы хотел начать с того, что, нагадайте, после оприлюднения электронных деклараций, в украинских ЗМИ был очень популярный один анекдот. Что миссия Международного валютного фонда, увидев сколько денег украинских чиновников, приедет к нам позичать деньги, а не привезет документы, которые будут подтверждать, что они нам дадут. И это смешно, конечно, это анекдот, но это на самом деле страшно. Реально. Вам лично страшно или за кого-то... Другая важливая складова. Очевидно, что нужно дать ответ на вопрос. А МВФ есть панацеей или нет? И проанализовать, на что спонукали нашу краину после этой współпрости. Хиба не понимали, что Украина последние 25 лет находится в состоянии финансовой оккупации Международным валютным фондом? И нам навязывают. Им сручные экономические стандарты, социальные стандарты, экономическую политику. Мы наступили на горло украинской экономики и украинской страны и державы, и держат нас 25 лет. Разом с тем, мы потужно великой державой и маем, как свечают электронные декларации, соответствующие резервы. И я вам, Александра Володимировна, скажу наступное. Где эти резервы? Нам нужна потужная Генеральная прокуратура, потужная НАБУ, независимо от политиков, независимо от президента, независимо от парламента. И если провести еще одно коло ее декларирование, и потрясти доброе колишних министров, премьер-министров, колишних губернаторов, мы отримаем еще сотни миллиардов гривен. Бо я никогда не поверю, что экс-премьер-министр Украины иду с этой посады без статков как минимум миллиардов гривен. Никогда не поверю. И остальное, скажу. Не треба переофинивать значение грошей Международного валютного фонда. Мы сможем выйти из криз, в которой мы опинились, за анализом и выставками экспертов, когда в Краину будет вкладено инвестиции на сумму приблизно 500 миллиардов долларов. Програма, про которую вы говорите, это программа ЕФФ, правильно? Это 17 миллиардов долларов. Это чепуха, это вообще ничего. Это никаким образом не влияет на ту ситуацию, которая в Краине финансово складывалась. Поэтому сегодня нужно делать самостоятельно то, на что нас понукает Международный валютный фонд. Треба сбирать политическую волю в кулак. Треба дійсно разбудовывать НАБУ. Треба посилювать антикорупційное законодательство. Треба суттєва реформа судей. Суттєва реформа прокуратури. Треба менять Конституцию. Треба сменшувати в 4 рази кількість народных депутатів. В 5 рази кількість членів уряду. Треба суттєво сменшувати видатки на районні адміністрації, на областні адміністрації. Вони прожирают десятки миллиардов гривен. Треба розстрілювати корупціонерів і повертати смертну кару за злочини проти державою корупції. Якщо ми на це не підемо, жоден Международний валютний фонд нам не допоможе. І треба позбуватися цієї фінансової окупації. Бо це ще страшніше, ніж російська окупація Криму і Донбасу. Безусловно, Международний валютний фонд є... ...серйозним внешним консультантом корупціонера. Сергій, ну обычно... Забрали всі грошіки, вкрадали. ...вы грубите мене, а сейчас ви грубите женщине. Ну хотя бы ради этого помолчите 5 минут. Алена, пожалуйста. Безусловно, Международний валютний фонд є серйозним консультантом внешним для України. Однак, в рекомендації Международного валютного фонда ми должны оценивати с учетом своїх реалий. На страну обычно смотрит эта организация, как на большую формулу, в которую подставляется значение. 3200 є минус, плохо, нет дефицита, хорошо, пенсіонний возраст 65, позитивний бюджет, хорошо, меньше, плохо. Однако, за каждой этой рекомендацией есть наше понимание того, что происходит, и мы должны обратить внимание, почему они говорят, и как нам надо реагировать. 65 лет пенсионного возраста никоим образом не может быть сегодня реализовано в Украине без реформы системы охраны здоровья. Они не называют этих вещей. Они смотрят только с точки зрения бюджета, нужно поднимать пенсионный возраст или нет. Однако мы понимаем, что это не политический и не финансовый вопрос, как сказал господин Розенко. Это отсутствие реформ медицины. Только с реформированием медицины мы можем говорить... То есть просто брать под козырёк, не думая, угробить страну, грубо говоря. Да, мы должны понимать, что это ориентир. Но мы только тогда будем следовать этим путём, когда у нас будут свои решения системных проблем. И, например, та же 3200. Они сказали, бюджет сбалансирован. В принципе, они сказали, бюджет сбалансирован. Как я сказала, подставили формулу. Однако, что стоит за 3200? Тот факт, что мы используем минимальную заработную плату в отрыве от тарифной сетки окладов, говорит о том, что мы придём к уравниловке. Что врач пятой категории будет получать заработную плату дворника. И то, что правительство заявило, что мы идём этим путём, и оторвало вообще систему оплаты труда с учётом межразрядных коэффициентов, это абсолютный нонсенс. Мы должны были установить 3200 как тарифный оклад первого разряда и идти уже путём межразрядных коэффициентов. Это мы ещё обсудим бюджет, нам ещё обсуждать, обсуждать. То есть, впервые мы услышали... Секунду. Почему вы молчите и не защищаете позицию? Послушайте, речь идёт 3200 плюс реформа зарплаты как таковой. Ведь мы... Ведь 3200 это первый шаг. Это не реформа. А следующий шаг реформа системы оплаты труда. Это не реформа. Уважаемые дорогие мои семьи, мы защищаем три миллиона дней, которые жили на тысячу лет. А вы молчите. Когда вы начнёте вести, собственно, этот шоу, вы будете его вести. Сейчас это буду делать я, хорошо? Я надеюсь, что я буду вместе. Которое, наверное, стоило нашей украинской власти взять под козырёк ОМВФ. Это всё-таки... Вы получите условия, самое главное, борьба с коррупцией. И защищайте 3200. Кирилл Куликов, вернёмся к этой теме. Сейчас, одну секундочку. Кирилл Куликов, насколько вероятность того, что к проверке, грубо говоря, чистоты рук украинских чиновников, всё-таки подключатся американские правоохранительные органы? Маловероятно. Прежде всего... Но МВФ нет инструментов? Для МВФ это заявление, скажем так, экстраординарное. Это не совсем правильно. Функция Международного валютного фонда. По сути дела, экономической организации, которая даёт консультации в области развития экономики. И когда МВФ говорит о коррупции, то есть это бедное МВФ надо было достать до того состояния, когда она даёт такие, ну, в жёсткой форме такие требования выставляет. Это раз. Второй момент. Просто простая цифра. В Украине за два года было задержано 3000 взяточных, Серёж, правильно? До суда дошло ровно 10% этих дел. А в суде... Давайте сразу вспомним какой там уровень. Там, по-моему, максимум глава райсовета. Там были разные, были большие, были маленькие, это не важно. То есть, но приговоры жёдного, жёдного. Вот это показатель нашей деятельности. Но, вы знаете, МВФ, не МВФ, вся проблема состоит в первопричине. Первопричина находится здесь, в людях, которые являются властью этого государства. Они берут эти кредиты не потому, что они думают, что им потом, их правительством, их придётся отдавать. Они временщики. Они как зайцы пришли. Время пока есть. Дырку закрыли, а там дальше пусть оно есть. И здесь возникает вопрос очень важный. Не настало ли то время, когда этим временщикам пора понять, что скоро под их ногами может начать гореть земля. Спасибо американскому выборщику, который нам показал, что уже в России место занято. Ну, там уже пацаны сидят, ехать туда нельзя. И в Америке тоже не приют. В Америке тоже большая проблема. Сейчас французские избиратели сделают выбор и немецкие. Ехать с трудом туда. Сергей, а как вы считаете, не стоит ли нашим казнокрадам, ну, те, которые знают, что у них рельсы в пушку, ждать себе пристального внимания сотрудников спецорганов США? Если да, то каких? Мне сложно понять, кто может разбираться и искать, в общем-то, нечистых наруков в украинской обществе. Ну, по-перше, мне нужно было ждать, вообще, оцю заяву МВФ. Мы что, не понимаем, что нужно выполнять то, что они сказали. И так, без всякой заявки, без всяких страншев, без ничего. Просто нужно садить тех, кто крадет, всех коррупционеров. А ждать, все сполохнулися, что они это сказали. Так, а чего это не делается? Действительно, на сегодняшний день в суде вироки получили одиницы. Но это маленькие сошки. А то, что относится, и по-друге, сейчас смотрится на народ и думает, что они говорят, про какие странши, миллиарды, а у меня платежка там на тысячи пришла, а у меня гирше стало с каждым разом цим страншом. Они сейчас смотрятся на нас и думают, что они обговорюют. А что касается информации американских спецслужб, они обязательно это выдадут. Это как было с Панамой, это как было с другими информациями. Они обовязково дадут. Той, кто уже, как говорят, зажрется, тому покажут, где на Мальдивах, где на Канаре. Финансовая разведка США работает умеет. Они работают, они вкидывают информацию. Вы должны знать про это не будете, когда они вкинут эту информацию. Чи в НАБУ, чи в Генеральную прокуратуру, чи в засобы массовой информации. Вкинуть и ждут результата. Тарас Загородник, как ты считаешь, что ждет тех украинских политиков, чиновников, которые показали в своих декларациях? Ну, совершенно уже, знаешь, вопиющий случай, когда те вещи, которые они иметь не могут. Ну, там, ну, я не знаю, например, Лазового, который даже мощью уже себе заработал, сидя несколько... Давайте не будем наимными стосовно заходу. Их все влаштовывает, так? Никто открывать реестри не будет. Борислава, навещо? Они что? Гроши крадутся тут, они везутся на Захид, вкладаются в Захидную банкерскую систему, купуются яхты, земли и так далее. Так они так за рахунок этого и стали богатыми. Так что давайте не будем наимными. Тому стосовно МВФ, давайте не путати интересы чиновник МВФ и наши интересы. Это две разные вещи. Те, что сейчас требует МВФ, это очень опасная вещь. Они, фактически, как в 1937 году, нас пускают в списки, так? Арештовывают, садят и так далее. Давайте не будем говорить, что циновый капитал имеет очень мощные силы, так? У него есть деньги. Он будет приводить к тому, что у нас будет постоянная политическая нестабильность, потому что постоянно будет ростить страну, потому что они не дадут эти деньги. Давайте не будем наимными. Нам нужна амнистия капиталей. Нам с нуля треба розпочинати. Про что не говори МВФ, так? Нам треба обнулить, заплатив податки и только потом. Потому что, если мы дальше будем так делать, шановные, мы до 2017 года дойдемо. Давайте с этим не гратися. Мы должны визначать, так? НАБУ все это доброе. АПЛОДИСМЕНТЫ ЧИ ПОТРІБНО ЗАРАЗ НАМ ГРОЩИ МВФ? НЕ ПОТРІБНО ВЖЕ СКОРО БУДЕЙ ГРОЩИ МВФ, так? Тому що у нас зростає вже економіка, так? У нас вже десь 1,5% є. Наступного року вже 3% є. Тому що МВФ – це як, знаєте, реанімація. Але ходити ти сам повинен, так? І нічого, і подальше, виконання цих вимог, тільки вб'є українську економіку. Тому слід зважати тільки на себе. Думайте, щоб в країні була стабільність. А для цього нам амністія капіталів потрібна. Щоб гроші, які в матрасах зараз сидять, працювали в українській економіці. Ви розумієте про це? Створювали робочі листя. Больше треба робити. І от и все. От моя відповідь. Спасибо, Евгений Балецкий. Я глубоко убежден в тому, що нам необхідно вообще отказатися на сьогоднішній день от інвестицій Международного валютного фонду. От кредитів? От кредитів. Ну, це кредит і інвестиції. Це не інвестиції. Це точно не інвестиції. Я закінчу свою мисль. Ви простите, будь ласка, інвестиції можна рассматрувати. І якщо б це було як в Турції, коли вкладують міжнародні средства і їх направляють в реальний сектор економіки, то б це були інвестиції. Це не МВФ. Це міжнародні валютні установи. Я зараз подчеркиваю, що валютний фонд, який сьогодні заінтересован в тому, щоб получить назад, в будь-якому, свої кредити, свої проценти і так далі. Чем хуже буде у нас, тим лучше буде у них. Тому що в будь-якому, наші гроші, які, як правильно було сказано, попадають сюди, вони все рано уїжджають потім туди. Не готова система. Вкладати можна тільки в ту систему, яка абсолютно эффективна. А вкладати в економіку, яка сьогодні не готова к тому, щоб ці средства вернулись з прибылью, це робота на туалет. Дивіться, я с вами не соглашусь по одной причине. Тому що бідна країна, бідна країна – це мінімальний ринок. А 40 мільйонів можуть покупати і продавати гораздо більше. Болі того, Україну розсматривають як більшій, крупний ринок. І чим більше будуть зарабатувати українці, тим більше вони будуть тратить. Це принцип любого економічного розвитку. Так вот, я розказуючи, що хуже у нас буде, тим більше у них, такого не буде. Хоча, якщо це чей-то план, так в це я готов поверити. Але то, що це не план западних партнерів, це точно. І ще одну вещь. Коли я хочу сказати, коли ми говоримо, у нас кризис, у нас економічний кризис, кризис власті. До тих пор, пока депутаты друг к другу будут обращаться козы, бараны, скотиняки, нічого не буде. Забудьте об цьому. Потому що до тих пор, у нас, коли ми друг друга не будем уважати, нас не буде уважати ні українці, ні МВР. Нет, хотів так слово Ані, але сейчас сначала Андрей Блинов. Скажіть, пожалуйста, ви як економічний експерт, так все-таки. Но немного вопрос буде економічний, юридичний. Стоить сажати ради этого кредита следующего, или нет украинской власти, коррупціонерів, як того требует МВФ? Или проживем без кредит? Нет, вопрос, мне кажется, вообще не юридичний, я как выпускник Київского университета, который изучал юриспруденцию экономику, могу сказати, що вопрос вообще из, по-моему, соціально-моральной області. Давайте так, ответьте. Безусловно, кредит, мы должны понимать, действительно, деньги МВФ – это кредит. Что такое кредит? Кредит – это платный рычаг. Для того, чтобы оттолкнуться, вот было здесь абсолютно правильно сказано, что история МВФ – это история о балансировании. Это не история об экономическом росте. Есть агентства, то же самое ЕБРР, которое помогло построить, в частности, Чернобыльское Укритие. Есть другие проекты, которые помогают, например, развивать портовую инфраструктуру и так далее. Да, есть кредиты, которые помогают, например, развивать инфраструктуру. Это уже вопросы, связанные с экономическим ростом. Но, конечно, когда мы говорим об истории с МВФ, и это, кстати, главная причина, почему все заканчивалось обычно на втором транше, потому что пик кризиса проходили, шок заканчивался, температура падала с 40 до 37,5, уже вроде как больной ходит. Ну и ему уже не очень нужна эта инъекция, он, в общем, возвращался к своему прежнему, не очень аккуратному образу жизни. А вопрос о посадках и, скорее, о честности взаимной, он необходим, в первую очередь, гражданам этой страны, причем тем людям, которые здесь планируют оставаться. Просто по той простой причине, что дальнейший стиль такого поведения, он в первую очередь будет приводить к разрушению, разъеданию таких социально важнейших областей, как здравоохранение и, особенно, образование. После чего, соответственно, воспитанные на таких моральных принципах, что у нас вроде как доход 3200, а на самом деле папа получает 10 тысяч и куда-то ездит, тратит, соответственно, соответствующие дети, следующее поколение будет делать выводы и жить не по закону, а вот по понятиям, только не понятиям 90-х, а понятиям, вот, рожденным из частности декларации. По каким понятиям после последних заявлений МВФ и возможного интереса американских правоохранительных органов к нашим коррупционерам жить в нашей правоохранительной системе? Я сейчас спрошу Анны Малер. Аня, вы очень хорошо знаете состояние, в общем, чем живет наши правоохранители. Простимулирует подобное заявление за океан наших, в общем-то, к реальной борьбе с коррупцией? Или все останется на уровне бла-бла-бла, извините? Я не вірю, что наша влада отдаст в жертву МВФ, бодай, одного крупного коррупционера. И МВФ тоже не вірит. Саме тому они открыто, без натиків, без каких-то ухилянь от справок, прямо говорят, что они просят притягти до ответственности. И я вам скажу, что при этом таких висновках не нужно делать опитывания, серьезные экспертизы в Украине, потому что ответ на поверхность. Чтобы наши глядачи знали, что в Украине за последние годы середняя цифра вироков за коррупционные злочины – это тысяча, плюс-минус тысяча. Бывает трошки больше, бывает трошки меньше. Это в стране, где тотальная коррупция. Из этой тысячи, если мы увидим вироки, это обычно цепи отбывали. Какие-то дробные деньги, где-то на побутовом уровне что-то взяли. То есть, ни одна крупная рыба на сегодняшний день не несет ответственности. И международная спільнота бачит, что у нас бесконечно створюются какие-то антикоррупционные органы. НАБУ, НАЗК, там еще что-то створюется. И, наконец, на выходе ноль. То есть, проведения открываются, никто не отвечает. Но возникает такий висновок, что эти органы, мабуть, створены для того, чтобы найкрупнейшую рыбу, найбагатших коррупционеров просто передать под юрисдикцию ВИП-органу. И они там будут больше цифр платить своим людям для того, чтобы закрывали их справы. Потому что другого ответа у меня нет, почему эти справы не потрапляют потом нормально до суду. И на рахунок залучения американцев. Ничего не выйдет из этого, потому что процессуально они никак не вклиняются в наши криминальные проведения. Згадайте залучения американцев по справе Шеремета. Что там? Ничего. Понятно. А, кстати, НАБУ сегодня, не знаю, то ли так совпало, то ли после заявления МВФ, решила читаться о том, что три уголовных дела есть уже по результатам первые. По результатам электронного декларирования. Имена не называют до объявления обвинения. Александра, там было названо два народных депутата. В радио уже знают, кто эти два народных депутата? В радио вообще никто не знает. Это не уголовные дела, это админки, это люди никогда не подали от того. Известно про админки, но там админки такие, знаете, я бы сказал, вариативные. Например, Мустафа купил, когда машину, он об этом публично заявил. Он сообщил об этом в НАЗК, но у них вечные проблемы какие-то с сайтом. Это реально все мы сталкивались с этим. Но Мустафа купил машину в месяц или два назад. Но они ему инкриминируют эту машину, что он не заявил об изменениях. Такое событие, что он купил машину и объявил по телевизору. Да, ну и можно подумать, давайте будем откровенными, можно подумать, Мустафа Нагим купил Лексус последний. Я пытаюсь объяснить, вы слышите, что Нагим купил очень бюджетную машину, на которую он заработал. Они ему пытаются это инкриминировать. Он публично сказал, ребята, смотрите, я сообщил вам, если у вас какие-то проблемы с программным обеспечением, разбирайте своим программным обеспечением. И это, кстати, правильное ощущение. Згідно закону, перепрошу, нам просто треба не только писать и голосовать законы, а читать и выполнять. Згідно закону, сдавши электронную декларацию за 15-й год, вы не 10 дней, а то, что вы уже купите больше, как 12 минимумов, там вы повинні... 60 тысяч гривен, вы повинні сразу, сразу, в 16-му році, давать информацию, вносить в электронную декларацию. Татьяна, но мне кажется, что это, в общем-то, не те расследования, которые ждет сейчас украинское общество зновоохранитель. Те четыре факти, про которые вы заметили, это люди не поведомили, что они або что-то купили великое, або что-то продали великое. Повторюсь, нет этих расследований. Абсолютно с вами погоджусь, но что до расследования, каких-то порушений криминальных дел, за результатами есть декларирования. Их сейчас быть прямо, уже в секунду, не может. Почему? Потому что есть определенная процедура. Минюз только, мне кажется, минулого тижня затвердил своим наказом порядок переверки, есть декларации. Сначала нужно призначити переверку, провести ее, аналитика, база данных, отримания информации с компетентных органов, скласти висновок. Если висновок приходит до того, что человек безподставно сбогатился, тогда только можно регулировать криминальное проведение. Иначе это будет фикция, и это будет, снова же таки, имитация процесса. Тогда вообще непонятно, когда мы это транс увидим. Но может, действительно, вся надежда на американских правах. Я вам объясню просто, тот, кто расследовал справу, и тот, действительно, мав... Вы плутаете, есть декларации с тем, что порушило НАБУ. НАБУ порушило справу по 368 статті с значком 2. Это незаконное сбогачение. Эта статья была в 2011 году принята, изменена в 2014 году. И поэтому они видно, эти изменения с 2014 года, потому что не может задним числом действовать статья, они порушили, побачивши, есть декларацию по другой статье, потому что за неоформленное, или неправильное оформленное, или внесение в декларацию, окремая статья есть, то они неправильно все порушили. Питание в другом, что сегодня, на жаль, будут и политические разбирки с этого, потому что много сейчас замовных вещей, за гроши, через засоби массовой информации, через какие-то канали, через сайты, которые 50 долларов стоят, они втидают информацию по любому, что ему не понравится, на окрузе, оппонента и всего остального. И все будут. Но таким образом, это отволюет от основных злочинцев. И это вы увидите, сколько будет подлиткаций после этого. Очень коротко. Багато замовных вещей, но много явных вещей. И НАЗК, НАБУ и антикоррупционная прокуратура, первое за все, должен заниматься этими государственными чиновниками, которые были 25 лет при владе. Суды, прокуроры, депутаты. Соответственно, они мают первое за все, что касается американской или немецкой, ничего не будет. Все дела будут разваливаться надалее в судах, в прокуратуре. А знаете, почему? А знаете, почему? А потому что нет политической воли. Найвысокий, если очень коротко. Садитесь коррупционной мерой. Что вы увидели? Будем увидеть транш или нет? Если коротко, по-перше, если брать борьбу с коррупцией, все-таки было створено НАЗК, НАБУ. Я бы хотел бы знаменит, что это органы, которые только створены и начинают деятельности. И как раз декларирование показывает, что это эффективные механизмы, которые дадут, я думаю, свои позитивные результаты. Если говорить по траншу, основная задача, которая на сегодня есть, это принятие бюджета. И я надеюсь, как раз народные депутаты принимают бюджет. Он будет в той редакции, в которой хочет видеть Международный валютный фонд, он будет враховывать реформи, которые нам не нужны. И это будет как раз тот позитивный метод, который даст возможность нас отримать соответствующий страж. И это будет подтверждение нашей инвестиционной привабленности. Перш за все. Если нет политической воли, нужно делать перезагрузку влады и украинского парламента, чтобы пришли те люди, которые реально будут... Перш за все вопросы о политической воле. Через несколько дней, 21 ноября. 21 ноября. Что? Годовщина Майдана. Годовщина Майдана. Три года прошло. Чего мы ждали? Что получили? Насколько хватило политической воли у тех, кто нами начал править, управлять нами и страной после Майдана? Об этом говорим в следующем часе. Дождитесь, пожалуйста. Это черное зеркало. Мы продолжаем. Спасибо вам огромное, что дождались. Третья годовщина Майдана приближается. Самое время политикам, стоящим тогда на сцене, вспомнить все то, что они обещали украинцам. Ну, а тем, кто стоял под сценой, задать вопрос, почему мы обещанного уже три года ждем? Многие из присутствующих здесь гостей были и на сцене Майдана, и в центре Киева в те дни. Многие ли из вас тогда предполагали, что и через три года после Майдана главным вопросом для страны будет все тот же, а даст ли МВФ очередной транш или нет? Да, Сергей. А что вы спросили? А вы заговорили с Бориславом, а я планировал начать с вас, Александра Владимировна, потому что вы на меня всегда обижаете. Никогда. Что вы? Я вообще не обижаюсь. Да, вы знаете, тот, кто прошел и один Майдан, и другой Майдан, и самая первая палатка, это наша палатка сгорела на этом Майдане, она первая заполала. Но расчарование Майдана 2004-го и после этого Майдана, это две разные вещи. Потому что тогда было расчарование, но такого поглибленного расчарования, как сейчас, нет. Я когда-то у вас в передаче показал последнюю социологию, яку замовили уряд Канади, где было сказано, что сейчас люди изменили свою думку, что они хотят не посадки старых, а хотят посадить новых. Тих, которые были на Майдане, которые им обещали лучшее жизнь. Потому что ни одна из умов, ни одна из тих обещанок, которые были на Майдане, не выполнена. И поэтому они уже говорят, что было до него и что сейчас. Это разные вещи. Мы ожидали, что такие платежки будут. Мы ожидали, что у нас таки будут, что нас нищими просто роблять. И поэтому они на всем экономят. На леках, на одежке, на всем, чем можно, чтобы заплатить останнюю копейку, чтобы как-то эту платежку оплатить. И, понимаете, у меня такая вот думка сегодня, что люди и все другие чиновники живут в паралельном мире. Или в космос полетели. Потому что они последний раз были в селе, я впевнен, не очень давно. Я вот передаю два примера. Сегодняшние примеры. Я подошел после дня уряда, не удалось мне задать вопрос, до министра социальной политики Реви. И я ему говорю, ты знаешь, что твоей постановой ты на 100 кубометров газа сменив для самотних людей их социальную норму. Они поховали своих человек или женщин, а сейчас, в минулом году, отримали 365 социальную норму, кубометров газа, а сейчас 268. То есть они горе, они вдвох не могли отопить эту хату. А теперь ты давишь в 7-м. Он мне что каже? Сергей Григорьевич, а где ваше звернение? Я говорю, где колька месяцев в тебе лежит. А он говорит, я тебе обещаю, что сейчас я дам, я дам, я дам распоряджение комиссиям при управлении социальной политики, про то, что они давали норму, оцей 5,5, сегодня социальную норму на один квадратный метр, не на 49 квадратных метров, как это в них постаново написано, а на всю житловую площу. А середняя житлова площа это 70-80 квадратных метров на каждую людину. То есть вопрос в том, что хату отопливают, не людей, или четыре человека там проживают, или одна. Одна замерзнет, потому что 268, а ей нужно минимум 500. А пенсия 1200. То есть она уже не может этого сделать. Поэтому это геноцид, это я называю газовую камерой. Александра, но не только платежки разочаровывают принципы, не только платежки разочаровывают на сегодняшний день украинцев, вот эти три года прошли. Как вы их оцениваете? Хоть что-то сделано, если сделано положительного, то что и что не сделано? Можно я встану? Потому что, если честно, когда за Майдан вначале, наверное, всем надо молчать. Молчать, потому что те, кто был там и кто хоронил, и когда чьи палатки горели, все мы это прошли. Но я хочу, я говорила на вашей передаче, для меня самое страшное было, что когда мы после Майдана назначили первое правительство, а вы знаете, что мой телефон бизнес знает весь, 17 лет я его в прямом доступе, когда они мне стали звонить после Майдана, что схемы остались те же, процент немножко снизился откатом. Я звонила после Майдановского министром и говорила, что ты делаешь? Что ты делаешь? Он говорит, ну я же меньше беру. Они вам говорили, мы снизили, да? Да, я говорю, так они брали по результату, а ты с аванса. У меня было такое состояние, что я смотрела на прокуроров, мы меняли одного на второго. Когда ты понимаешь, что ты с этим человеком стоял, и тебя били, убивали, и тут пришли, как будто, ты понимаешь, что в Библии все это написано, что испытания властью и деньгами проходят очень мало людей. Самое страшное, что потом они выходили и говорили, что нужно всем затянуть пояса. Я тогда еще сказала, прошло три года, они не сказали, что это на шее. Потому что сейчас, когда три года проходишь, и ты смотришь те, кто тебе сказал затянуть пояса, в это время стали намного богаче. Тот же президент 50 миллионов получил только на облигации. Он что, не мог сказать это всему народу, что 50 миллионов придет просто так ему? Когда у меня 8 долларов, это была одна цена, а сегодня это 30 будет. Каждый человек стал беднее в 4 раза. Каждый. А те, кто брал вот эти новые поборы, вы видите, что эти люди ответят за это? Самое ужасное, я говорю как государственный чиновник. Я пусть меня слышит МВФ. Господин президент, пока вы не изменитесь и не остановитесь, мы что не понимаем, что госпожа Гонтарева и господин, который возглавляет фонд Войцеховский, или как его, Водотурский, да, или как фамилия, фонд гарантирования, Варушилин, перепрошу, воры, господин Вовк, мальчишка, которого вы посадили на НКРЕ, который был розничной продажей, показался как миллионер, воры, посмотрите, железная дорога, смотрящие, НДС отказ, это что никто не знает? И когда сегодня правительство выходит и говорит, мы знаем, что нет коррупции в тарифе, ребята, мы вам год говорим, давайте же мы вам расскажем, может премьер и не рассказали ему, но вы меня простите, пожалуйста, когда мы понимаем, что секретарша в Укргазодобыче получает 60 тысяч гривен, ребята, остановитесь, про какие вы говорите реформы, самое страшное, что они не сделали, а, они, я не знаю, как они спят, как они не боятся жить, потому что, вот вы говорите, горит земля, им действительно некуда бежать, я понимаю, что мы останемся на этой выжженной земле, но самое страшное, что они не сделали, они внутри себя остались теми же, теми же, кто работал тогда в правительстве Януковича, теми, которые пришли, надсервали и вкрали, вот это, вот это ужас, а все, кто пытается им говорить, что это нельзя делать, это про кремлевские, не делая, это не Путин нам это сделал, Путин войну нам сделал, но когда ребята оттуда звонят и показывают, что мы все продолжаем страну, их закручивать нельзя, поэтому я всех прошу встать, я прошу встать, помянуть тех ребят и все вы здесь от фракции, кто есть, когда бы мы что не голосовали, пожалуйста, помните, помните тех первых расстрелянных, помните каждого, кто сейчас погибает, самое ужасное, что дети будут отвечать и пусть все чиновники, кто нас слышит, если не МВФ, то вас все равно достанут, потому что в такой бедности, до такого ничтожества, вы еще просто никто не опускался. если мы встали для того, чтобы всамывать память, то давайте мы шмельно помолчим, потому что все встали и сейчас говорится про проблемы, когда загинули люди. Я сам был комендантом Киеврады, и мне светило 8 ног. Сергей, вы предложили минуту молчания, давайте помолчим. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Я все, что хотел. Сергей, а теперь вы можете сказать все, что вам накипело. Сановные коллеги, не надо в одну купу ввязать все проблемы, которые есть сегодня в Украине. Потому что так можно договориться до того, что это Майдан начало войну на Сходе. Вот так можно договориться, что все проблемы, которые 25 лет были в Украине, это виноват одна или две люди. Ты там на Майдане стоял за свободой, а сейчас ты с БПП. И поэтому ты сейчас так говоришь. А там не стоял. Сергей, понимаете, я на Ведмину от вас, а вы были с Януковичем, не выступали в Ютагешко. Нет, нет, на Майдане я стоял на сцене. Я стояла внизу, с людьми. Александр, если всем вспоминать старые связи, то мы договоримся до того, что Яценюк тогда стоял вместе с вами от Батькивщины. Да я ничего друг на друга. Борислав, вы тоже не помогаете. Сергей, понимаете, в чем дело. Прошел год после Майдана. Прошел год после Майдана. И власти нам говорили, прошел год после Майдана, власти тогда к нам вышли, спасибо, не нужно мне помогать. Власти выходили и говорили, ну времени мало, мы еще ничего не успели, подождите еще чуть-чуть. Прошло два года после Майдана. Власти вышли и сказали, ну времени больше, конечно, прошло, но мы все равно не успели, вот нам нужно было раскачаться, еще чуть-чуть подождите. А вы думаете, я себе не задаю эти вопросы, но все в черно-билом тонах молювать, что все плохо после... А мы не изменились? А люстрация была до Майдана? Ну скажите, была, а мы все не изменились? Судя по электронным декларациям, изменились очень многие ваши коллеги. Судя по электронным декларациям в шоции, но это не меняет наши наши, мы изменили страну. Мы себя изменили, все присутные тут. Давайте действительно не будем обратиться к тому, кто стоял, а кто не стоял. Но в чем феномен? Феномен, что вышли миллионы, которые так же ждут, но есть плюсы. Без пяти минут мы имеем европейские визы. Да, еще мы не имеем сегодня. Вы про визы можете сказать. С такими тарифами, без виз, без виз поедут люди шикать работу, потому что нет просто где-то заняться. А реформа судочинства, а реформа полиции. Вы помните, как после Майдана ставилась до Беркутов и до всей милиции? Сергей, вы действительно видите реформу полиции? Анна Малер сейчас вам может лекцию прочесть о реформе полиции, о ее достижениях. Ну вот, два момента уже вы затронули. Понимаете, говорить о том, что Майдан изменил страну, это правильно. Это важно говорить. Но нельзя не говорить о том, насколько сложно жить сейчас этим изменившимся людям. И никто не отменил отсутствие реформ, никто не отменяет действительно те же платежки. И об этом тоже нужно говорить. Аня, реформа нацполиции, о которой говорит Сергей, вы ее видите на сегодняшний день? Это самая разрекламированная реформа на сегодняшний день от нашего Кабмина. Я могу вам просто, как представник народу, сказать, что мы сейчас стояли на Майдане. Мы вернулись на тот попередний стан. Почему? Потому что Майдан начался с чего? Конфликт между владой и народом. Где народ есть мурахами в стойлі, которого заганяли. И народ выступит против этого. И расстрели народу. Это страшная трагедия и психологическая травма всех украинцев. И мы до чего повернулись? До того, что сейчас влада снова всех заганяет в стило. И снова народ чувствует себя мурахами в этой стране. У нас паритета не произошло. При том, что мы там изменили какие-то реформы. Психологично у нас ситуация стосунков народу с владой не изменилась. В качестве зарисовки, которую даже не нужно, даже не буду просить комментировать. Покажите нам, пожалуйста, последнее фото реформаторов, которые пришли после Майдана, кстати, к власти. Я вот тоже расстрелял вас. Как улучшилась их жизнь. И страна изменилась, только, наверное, не каждый это чувствует. У вас есть, да, Сергей? Вот. Вот наши реформаторы. Айварас Абрамович из Гуладзе встретились в Париже на чашечку кофе. Судя по всему, наверное, не так хорошо живется или занимается кто-то из них контрабандой. Курят украинский парламент. В Европе очень сложно найти, кстати, парламент. Ну, в общем и целом, жизнь удалась. Сен-Жермен не самый дешевый бульвар в Париже. В общем-то, попить там кофе тоже стоит денег. И не каждому украинцу, чью жизнь они улучшали. В общем-то, это доступно на сегодняшний день. Да, Сергей. Сергей или Сергей? Вы Сергей. Удивительно. Я же на вас смотрю. Я бы хотел сказать, что, ну, тоже брал участь в Майдане. Был комендантом Будинку Проспилок. И был одним из депутатов, что до которого было порушено кілька криминальных справ. Янукович мне тоже мав 8-15 лет сидеть. Попрощался и с своим сыном, когда последний ехал и думал, что не побачил его перед тем, как мы шли на это остальное ключевое заседание Верховной Ради, где прибрали Януковича. И я жертвовал своей родиной, своим життям, не за для того, чтобы потом Яценюк став премьер-міністром Украины. Не за для того, чтобы Аваков узруповав на много наступных лет владу у кресла Министра внутренних справ. Не за для того, чтобы Турчинов и Пашинский продали Крым. Не за для того, чтобы довели Крыму до такой ручки в частинной экономике. Не за для этого стояли миллионы граждан, которые приходили и остальные выносили пенсию свою, стипендию свою, зарплату. И утримовали цей Майдан и цю борьбу. Что произошло? В произошло принижение украинских граждан. В произошло рейдерское захопление влады и использование тех людей, которые стояли на Майдане. Точно не Яценюка хотели там люди премьером. Точно не такой склад парламенту и не такой способ работы парламенту. Они хотели от нас щирости. Они хотели от нас, чтобы мы присвятили своё життя, цей борьбе перемогли. И вот простой эксперимент. Хочете? Прости эксперимент. Чего варти слова? Саша, Александра Володимировна, назвите, пожалуйста, прозвища тех министров, которым вы звонили и про которых вы знали, что они берут гроши. Вот назвите. Первое, второе, третье, четвертое прозвища. Сейчас, назвите. Я написала и даю следственное. Назвите прозвища этих трех людей. Я еще раз говорю. Так вот, вы не говорите. Я назову. Цена этим словам. Ноль. Потому что треба идти до конца, треба брати и ставить до стінки тих, кто раздавал миллионы украинцев и те сотни, которые полягли. Вот цена этим словам. Досить гратися в политиканстве и политику. Всі одинаковые. Всех треба меняти. Сергей, мы слышим. Спасибо. Не кричи. Ты назвал жодну людину со своей политической силы. Моя политическая сила называется социал-демократичная партия. Там два депутата. Сергей Каплин и Александр Суганяков. Сергей Каплин и Александр Суганяков. А ваша політична сила и ваша політична сила 25 лет при влаге. Вы просрали дві революции. Дві революции. Сергей, давайте Александре ответить. Сергей, вы хотите что-то сделать, а по депутатам, я перепрошу, это были два депутата свободы. С первым урядом Яценюка. И я говорила им особисто, что я готова дать показ против них. Я знаю, что это было. Это охрана навколишнего средства и Министерства сельского господарства. И все-таки давайте от того, все-таки отойдем от ваших воспоминаний. А ты не можешь... Нет-нет-нет, я не вам сейчас говорю, Александра. От риторики в стиле, знаете, каким я парнем был на Майдане. А все-таки поговорим о том, что украинцы получили через три года после Майдана. Я очень прошу. Повышенные тарифы. Говорите, вы Александра. Я просто обещал Алене отпустить ее немного раньше, поэтому сейчас задам ей вопрос, раз уж не первый раз возникает тема тарифов. Алена, вы в комитете и по тарифам ЖКХ, и по комплексу ЖКХ в том числе. Что это за история была на этой неделе в Киеве, когда власти начали говорить о том, что тарифы завышены? Это ошибка была? И на что надеется людям, платить или не платить? Если вам об этом говорить, я все-таки скажу о том, что на дереве, на институтской, есть листок бумаги. Это стих отца Жени Котлера, Героя Небесной Сотни из Харькова. И там небольшой он стих, но есть буквально фраза, которую я считаю, что важно прочитать. Я для себя ее сфотографировала, и я вам зачитаю. Там часть, я концовку прочитаю. Вы гордость, совесть, честь своей земли. И землю эту вы полили кровью. Прости, я снова плачу, мой герой. Ты принял неспонтанное решение. Как ты мне нужен здесь, сейчас, живой. Я ненавижу жертвоприношение. Отец сейчас говорит о том, что ему... Это отец Жени Котлера. Ему не нужно жертвоприношение. Он хотел бы видеть своего сына живым. И сейчас мы все задаем постоянно вопрос премьер-министру Украины, господину Гройсману, о том, что зачем было поднимать цену на газ таким образом, чтобы у нефтегаза за полгода 2016-го появился 21,8 миллиарда чистой прибыли. При том, что мы бюджетируем субсидию в размере 47 миллиардов. То есть, зачем? Люди просто недоумевают. Скажите, неужели нам нужно было привязываться к европейской цене и получать такую прибыльность государственной монополии, для того, чтобы потом сделать бедными практически наполовину суммы субсидий населения Украины. Вы понимаете, когда человек сейчас говорит о том, что его сын полил землю кровью, и таким образом он дал жертву ради чего-то, вопрос ради чего. А в стране мало что меняется. Понимаете, поэтому вопрос совершенно простой и банальный. Господин Гройсман, когда вы примете решение по отношению государственной монополии и откорректируете прибыль этой государственной монополии. Все. Это первый вопрос. Что касается платежек, которые были сейчас. Опять же, это сплошное лукавство нашего правительства. Потому что есть постановление правительства номер 1037, в соответствии с которым вот эти все наши теплопредприятия и считают эти платежки. И там есть всякие разные формулы, которые я, человек, который проработал в ЖКХ более 16 лет, я читаю и не понимаю, как читать. И половина Украины применила вот так, прочитала, половина Украины так. А теперь мы суд устраиваем над всеми. Так вы, господа, разберитесь, дайте четкие рекомендации, инструкции и не обманывайте людей, что вы сейчас будете устраивать всеобщие, понимаете, наказания. Поэтому государству нужно выполнять свою роль регулятора так, чтобы было однозначно понятно, что на что умножаем и как посчитается цена услуги. Вот этого не происходит. И нужно не шоу показательное делать, а нужно просто элементарно дать разъяснение, как прочитать эту запутанную... Ну, Алена, тем не менее, тем не менее, даже если это было показательное шоу, она породила много вопросов. Ведь когда вся Украина смотрит на то, что киевлянам сказали, что им разрешат, киевлянам, возможно, платить меньше, то пол Украины тоже замерла в ожидании и начала думать, а вдруг и нам разрешат. И страна сейчас не знает, платить или не платить. Я просто анонсирую подробности недели. В это воскресенье мы попытались разобраться, что же делать жителям Черненцов, Черкасск, другой части Украины, к которым пока еще не пришли чиновники и не сказали, что, возможно, им тарифы пересчитают. Платить вам или не платить? Будем говорить об этом уже в воскресенье в 8 вечера. Дождитесь, пожалуйста. Николай Скорик, вам слово. Большое спасибо. Вы знаете, я, когда вы анонсировали тему второй части программы, я вначале вообще думал, что не буду выступать, потому что я хожу на эти... Борислав, я вас не прерывал. Николай, давайте о Майдане не говорить. Давайте серьезно. Ну просто так, не надо. Вот серьезно говорить, не надо говорить о Майдане. Я поддерживаю. Тот самый случай, когда вам лучше помолчать. Одну секундочку. Это не тот случай. Николай, послушайте, давайте так. Я не говорю о том, что вы стояли тогда на другой стороне. Я не говорю об этом. Не надо. Я скажу о другом Николай. Одну секундочку. Борислав, вам слово не давали. Давали. Народ давал слово, а не вы. Народ. Значит, мне точно так же давали. Я точно такой же гражданин. Я сижу, молчу, терплю эту херню. Как ты кричал? Не кричай. Херню терпить. Можно я закончу? Можно я закончу? Ваше выступление. Ваше выступление. А оно касалось того, что вам надо говорить о Майдане. Одну секундочку. Не надо вам говорить о Майдане. Можно я закончу? О Майдане не надо. Можно я закончу свою мысль? Еще раз говорю, о Майдане не надо. Борислав, послушайте. Говорите о рейхах. Дело в свою мысль. Я думаю, что нужно вспомнить о том, что главной ценностью в любом демократическом государстве является человеческая жизнь. А что не вспомнили, когда на нас направляли Беркут? Почему не вспомнили, когда нас направляли? Александр Владимирович, я хожу на эти ток-шоу уже три года. И я могу вам сказать, что как только я, особенно в первые месяцы, как только я буквально открывал рот, была такая же реакция, как только что у Борислава в отношении того, что я недочеловек, я не имею права открывать рот, я вообще не могу ни о чем говорить. Я хочу сказать о следующем, что да, я не стоял на Майдане, да, я работал губернатором в то время, но то, что происходит на сегодняшний день, вот вы, мы, можно, вот знаете, вот разговор сейчас о платежках, еще о чем-то, это очень важно. Но в данной ситуации, мне кажется, что оно немножко вот в чем-то, притом в прихамском отношении к себе Бориславу, в чем-то я с ним соглашусь. Это не та тема, о которой нужно говорить. Нужно говорить о том, что мы на сегодняшний день должны вспомнить о том, что в государстве должен работать закон один для всех. Что в государстве, если ты гражданин своей страны, то ты имеешь точно такие же права, как и любой другой гражданин. Нужно вспомнить, я прошу прощения, перед всеми теми, кто погиб за эти годы, и погибли люди, и погибли, погибли небесная сотня, погибли ребята из Беркута, погибли люди 2 мая, много людей погибло, погибли люди на Донбассе. Одну секундочку. Это все люди, это граждане Украины. Это все люди и граждане Украины. И я считаю, что мы... Каждая потерянная жизнь, Сергей, каждая потерянная жизнь на сегодняшний день. Я прошу прощения. Вот что на сегодняшний день происходит? Вы видите, как трехлетняя годовщина Майдана власть пытается сделать сакральные жертвы в лице той оппозиции, которая осталась, не убежала из страны, которой действительно нельзя ничего предъявить. Но власть приняла массу изменений к законодательству, по которым можно сделать заочное судочинство. Никого из тех, кто на сегодняшний день убежал из страны, их не осудили. Мало того, придумываются все новые и новые причины, почему этого не делается. При этом разворачивается тотальная борьба и тотальное уничтожение оппозиции внутри страны. И нам говорят, вы это не можете, вы не можете сидеть в президиуме парламента, вы не можете открывать рот. Давайте вы нам нашнете звезды. Мы тут до Майдана, речницы, Майдана, то, что вам не дали больше президента. Одну секундочку, одну секундочку, я хочу, Сергей, Сергей, одну секунду. По сравнению с тем, вы, одну секундочку, одну секундочку, одну секундочку, назовите мне хоть одно из обещаний Майдана, которое выполнено, и не хотите ли вы сказать, что вы не несете за это ответственности? Вот такой ответственности. Вот в этом, скорее всего, и прошли вот эти три года. Вот в том, что мы слышим сейчас. А по итогу мы не имеем ни одной реформы. Николай, здесь я настаиваю, что в годовщину Майдана нужно говорить и о платежках, и о тарифах, и о реформах, которые мы не видим. Да, Борислав, вы можете закончить. Только я очень прошу, я прошу вас всех, обвинения и громкие слова, и работа со своим избирателем, это очень прекрасно, но это уводит нас все равно от темы обсуждения. Пожалуйста. Мы не выполнили самое главное задание, которое поставил перед нами Майдан. Помните, мы пообещали, что все виновные будут сидеть? Помните, мы пообещали, что будет разбирательство и будут осуждены? Не работать дальше в правоохранительных органах, в прокуратуре, в парламенте, в гор- и райадминистрациях, а будут сидеть. Мы не выполнили это обещание. Именно поэтому с нами так разговаривают. Именно поэтому совершенно спокойно народ нам не верит. Именно поэтому мы нивелировали уважение к себе. Именно поэтому, когда кто-то обещал, что без чести жить не будет и живет, именно поэтому нам не верят. Поймите, и мы ничем не лучше в каком-то смысле предыдущих. По одной причине мы не выполняем своих обязательств, взятых на себя после Майдана. Я точно так же не снимаю с себя ответственностью. Да, я не стоял на сцене Майдана. Да, я был таким же обычным винтиком под сценой. Да, я приходил, я поддерживал. Потом когда-то разы истории были. Мне позвонила Леся Ганжа, рассказала, что происходит так-то и так. Борислав, мы не вспоминаем сейчас личные истории Майдана. Нет, мы не вспоминаем, кто что делал. Мы пытались разговаривать. Мы пытались доносить друг другу информацию. Мы пытались выстраивать диалог. Но почему-то, придя во власть, некоторые из нас стали зарабатывать на крови. Тех, которые остались на Майдане, погибли на Востоке, на крови. Их не смущает это? И каждый раз, когда мы задаем вопрос, это Шатун, это Путин, я прошу прощения, а не выполнил обещание после Майдана Путин, а коррупцию развел Путин, оборудит Путин. Да, Путин реально виноват в смертях пацанов на Востоке. Путин реально виноват в том, что он финансировал ту власть и помогает частично разрушать нашу страну. Виноват. Но давайте не снимать самую главную ответственность. Ведь это же мы не выполнили обязательства, взятые на Майдане. Через два дня, будет 21 число, надо будет выйти на Майдан и отчитаться перед людьми. Я хочу спросить только об одном, кто из тех, кто стоял на сцене Майдана, выйдет без охраны к людям. Рад, что мы заговорили о коррупции, вот вам последние цифры достижений за последние три года. Последний отчет Transparency International. Каждый второй украинец считает, что страна погрязла в коррупции. Мы вторые в Европе на сегодняшний день. Мы обогнали даже Россию, которую, в общем-то... Достижения. Хоть в чем-то, да, мы чуть ли не впереди планеты всей. Кирилл Куликов, прокомментируйте, если хотите. Вы давно... Я давно держу. Я просто хотел сказать коллегам, что действительно для каждого Майдан свой. Майдан, нельзя мерить общую температуру по палате. Майдан был на втором этаже, где сидели лидеры, где за кабинетом стояли секретарши, нарезали бутерброды, и они в тепле встречались с послами. И Майдан был на улице людей, которые жили в палатке. Майдан был киевлян, которые водили людей иногородних к себе домой мыться, подкармливали. Это были разные люди. Знаете, почему разные? Потому что те, которые были на Майдане, на площади, они хотели изменить страну. А те, которые были в кабинетах, они хотели занять позиции тех, кого свергал Майдан. Почему я лучше отношусь, извините меня, к банде Януковича, чем к нынешней? Да потому что у меня не было претензий к Януковичу. Он никогда не агитировал меня любить страну, не ходил в вышиванки, не танцевал, ничего не делал. Но мы понимали, что они барыги и грабят. А эти нам рассказывают, что если ты выступаешь против чего-то незаконного, против ограбления своего народа, ты сразу агент Кремля. Извините меня, пожалуйста. Я на этой неделе столкнулся с такой коррупцией, которой я не видел в своей жизни. Я прошел два конкурса на должность госсекретаря, которые должны сегодня, они якобы открытые, якобы все меняется, якобы все запечатано секретно. На самом деле комиссией высшие органы госслужбы руководит человек, который руководил Академией госслужбы при Януковиче. Он формирует новую власть. Почему сегодня держсекретарями становятся люди, которые являются исключительно замами министров в действующих министерствах? Они что лучше? Они сделали что-то, выполнили какие-то обещания, мы стали жить хорошо. В конкурсе вы поучаствовали для профанации? Нет, я в конкурсе для того, чтобы понять, как это все происходит, как эти наперсочники играют. Кто-то использовал вас просто как фонд? Нет, один конкурс не удалось, а второй конкурс на Минэкологии удалось остановить. То есть, когда наперсок, игры мы помешали, когда сам наперсочник не понял, где шарик. Другой конкурс в МВД Анимайер. Дайте слово, пожалуйста, Катрин. В МВД сейчас объявлен, если я правильно помню, другой конкурс на замещение должности Хатти Деканаидзе. Вы верите в то, что он будет проведен прозрачно? Или Троян уже все-таки станет главой? Я вам скажу, что я не верю, я взагалі песимист. И не верю, я скажу вам, чому. Потому что, верно тут было сказано, никто не притягнулся из злочинного режима Януковича до ответственности. И у меня есть ответ, чому. А потому что влада не изменилась. Там у них между собой, они изменятся. То влада, то опозиция, а потом вот у них так они, да, працуют. И, правда, сейчас среди депутатского корпуса, вот я тут бачу очень честных и порядных людей, деякие есть, которые из Майдана туда пришли. Но у вас, на жаль, меньшинство. У вас система поглинула. И вот вы показали таблицу корупции. Чому она такая? А потому что схемы остались старые. Потому что до влады у нас такая революция по-украински. Революция произошла, а влада не изменилась. И я сподіваю, что дальше очень мало тех людей, которые изменились. Их система не изменилась. И если говорить про полицию и те, что сейчас оголошенный конкурс, то для меня ключевым маркером была промова на брифингу самой Деканаидзе. Она сказала, что я очень надеюсь на то, что конкурс на голову национальной полиции будет прозорим. Если человек это вербализирует, значит, она в это уже не верит. В ней есть возможность подозрить, что он не будет прозорим. И когда журналисты ее запитали, а что щодо Трояна, потому что все его сватают на эту посаду, она сказала, что это не моя компетенция выбирать наступника, но я считаю его человеком политически зависимой. И это тоже сигнал всему общества. Но самый страшный сигнал, она сказала, что она теперь смешана вынести из хата, и сказать, что влада втручается в работу национальной полиции. У нас не влада, а політики. И она очень толерантно это сказала. Но мы все понимаем, что это же не опозиция втручается в работу полиции. И вот для меня, даже при том, что я критик реформи полиции, для меня это очень страшно. Я боюсь, что с ее уходом не будет даже той кволой реформи, которая есть, что влада еще больше начнет втручаться, что конкурс прозорий мы не увидим. И я боюсь, что мы поставим вообще скоро с вами крапку на реформе полиции. Хотя я вообще после отставки стала говорить немного больше. Кстати, вот эта карта, которую я только что показывал, последние данные Transparency International, одну из первых озвучила в нашей стране. Она запостила именно Хатя Деканаидзе. Татьяна Острикова, все-таки применительно к реформам. Квола реформа нацполиции. Другие реформы. Менее кволы, более кволы. Чем хвастаемся? С чем пришли к трехлетию Майдана? Я бы хотела, в продовжение темы, которую коллега зачепила, посмотреть на реформу прокуратуры. Я на Майдане, как и девушка, стояла, как просто человек, под сценой. Поручи со мной стояла Олена Сотник, моя коллега по самопомощи, которая была адвокатом Небесной Сотни. И когда она, как адвокат Небесной Сотни, обралась до парламенту, она, безусловно, опікувалася тими справами, так званими криминальными проведениями, справами Майдану. Подавала постійно запити в Генеральную прокуратуру, на якому же этапі знаходится расследование криминальных справ щодо Януковича, щодо его сынов, щодо Азарова, Арбузова, Клименка, Багатирьовы и всех других гидных в лапках товарищей. Генеральная прокуратура, уже реформована, после наших законов и так далее, ей давала відписки про те, что вона втручается в деятельность следственных органов. И благодаря ее на полеглевые позиции, вона цего тижня отримала, наконец, правдиву ответственность про те, что все эти справы на сегодняшний день остановлены проведением. Остановлены они с тех, что эти все гидные особи в лапках перебывают в расшуке. И поэтому сроки следствия на основе этого остановлены. Но возникает тогда логичное вопрос. А для чего мы, уже парламентарии нового парламенту после Майданевского, впроваджали в КПК понятие заочного судочинства? Чому их не можно было засудить заочно? А если пану Луценку, или другим генеральным прокурорам, которые, извините, профукали от свободы Махминьцкой все доказы, а теперь у Луценки нет доказовой базы, с чем работать, они все могли обратиться в парламент и просить продолжить внести изменения в КПК, продолжить строки досудового расследования. По тяжким, особенно тяжким злочинам. Ось чим нам треба идти до людей. Что все справи майданевски зупинені. И вы знаете, что мне, можно сказать, даже смешно тут стало, когда я читаю у ответа Генеральной прокуратуры, что Луценко в червне 2016-го року зупинив криминальное проваджение относительно Рената Кузьмина, який обвинувачивается в том, что он незаконно затримывал Луценка и притягал его до суду. Еще об итогах. Спасибо, Татьяна. Еще об итогах. Здесь слово будет Андрею Блинову. В МВФ говорят, что Украина на сегодняшний день второе победности государства во Восточной и Центральной Европе. Это можно было изменить за три года? И можно ли изменить в ближайшее время? Да, безусловно. И я, честно говоря... И я сказал, я цитирую заявление МВФ. Да, я не была на этом месте. Андрей, пожалуйста. Действительно, в сегодняшнем заявлении МВФ сказано второе победности, но можно спорить, может быть, первое, может быть, второе, может быть, третье. Украина, Молдова и Албания. Вот тройка стран, которые периодически меняются местами в зависимости от различных социальных и политических событий. Вот претендуя на это очень непочетное место. Валовый внутренний продукт Украины. Вот мы все говорим эмоциями, говорим, что можно изменить. Ну, извините, я экономист, я говорю цифрами. В 2013 году он составлял 180 миллиардов долларов. Сегодня он составляет 90 с небольшим миллиардов долларов. Он в два раза ниже. Поэтому любой политик, уважаемые сограждане, который вам рассказывает о том, что вот мы придем, и мы сделаем вашу зарплату в 200 евро среднюю в 500 или в 1000, в 3 года, в 2 года, это абсолютно нереально, потому что это не соответствует ни производительности труда, ни темпам экономического роста. Это первое, и что важно сказать. Второе, это то, о чем мы говорили, и меня, конечно, очень покоробило, Алексей, когда вот вы сказали, что мечтали ли на Майдане о транше кредита Международного валютного фонда. Дело не в том, были мы тогда в программе или не были. Это вообще, конечно, абсолютно неправильный экономический посыл, мечтать о том, вот даст мне сегодня ломбард денег или не даст, потому что не о жизни в кредит, конечно, мы говорим. Мы говорим именно о тех основах экономического роста, которые закладываются. И здесь стоит вопрос о полноценности реформ. Я не соглашусь ни с кем, из тех, кто говорит о том, что ничего не было сделано. И я буду, не поддерживая абсолютно руководство на Акнафтогаз Украины и Минэнергоугля, я скажу, что реформа обведения единой цены на газ, она правильная. Не правильная? Нет, она правильная. Нам нужна единая цена, потому что огромное количество... Она не рыночная. Подождите, Александр Владимирович, дайте дослушать. Я прокомментирую этот момент. Но, значит, мы прекрасно понимаем, что огромное количество людей при власти и бывших, и нынешних, они зарабатывали на разнице в ценах, когда вы имеете доступ получить льготную цену. Но дальше мы говорим о втором. Мы говорим о том, на каком уровне была установлена эта цена и, во-вторых, по какому принципу работает. Создан ли рынок на том рынке, где мы установили цену на газ? И здесь мы понимаем, что установлено одно из базовых условий, это единая цена на газ. И она должна быть, конечно же, не та, не по импортному паритету, она должна быть средневзвешенной ценой. Это абсолютно нормально с точки зрения источников происхождения. Половина газа у нас добывается внутри страны, половина вне. Но здесь возникают два неприятных вопроса. Это существование рынка газа, которого мы понимаем, нету при условии монополиста. И второе, отпадает целесообразность вообще существования такого холдинга, как НАК, НАФТОГАЗ Украины. А это неприятные вопросы, потому что есть люди, которые это говорят. И так мы можем идти дальше, дальше и дальше. Например, снижение налогов. Хорошо ли, что снизили прямые налоги, например, единый социальный взнос. Прекрасно, что это сделали. Но мы же должны понимать, что это должно сопровождаться всеми другими методами по детенизации. К сожалению, те же возможности получения в конвертах, они существуют, потому что правоохранительная система работает... Спасибо, Андрей. Но даже если говорить о реформах, безусловно, какие-то из них есть, какие-то двигаются со скрипом, которые какие-то более успешные, результатов пока просто нет. Но никто не станет отрицать, что большинство из реформ в Украине все-таки продвигаются только благодаря стараниям Запада. И вот если бы не давление со стороны западных партнеров, в Украине можно было бы на сегодняшний день обсуждать хоть какие-то реформы? Олег, как вы считаете? Сами мы бы хоть что-то делали? Ну, я уважаю, что в том вы правы, потому что, правда, захват нам помогает, навіть помогает в том, что зараз есть санкции для России, и Россия реально страждает от этих санкций. Но я бы хотел еще поговорить за революцию гидности и сравнивать, чем отличалась помаранчевая революция от революции гидности. Однозначно, найболючим вопросом является тем, что никто не ответил за стрел Небесной Сотни. И что сейчас мы видим? Влада, ясно? Сейчас будет выходить и влада, и правоохранные органы не будут рассказывать, как будут расследовать. Но никто не покаранный. Сейчас, снова же таки, Генеральная прокуратура... Абсолютно. Зараз доводить справа до конца и не отпускать Беркутовцев. Вы знаете, что этого неделя, снова же таки, под домашний арест суд отпустил Беркутовцев, как перед тем отпустил Садовника и еще 10 Беркутовцев. Два руководителя Харкевского и Львовского Беркутовцев. Я считаю, что это все следствие невыполненных обещаний, невыполненных реформ. Я с вами погодуюсь, я с вами погодуюсь. И тому, и тому, что пропонует наш антикорупционный комитет. Первый, это собрать два комитета, антикорупционный и правоохранный деятельности, запросить главу службы безопасности, генерального прокурора, керевника нацполіції. Другой, создать тимчасовую следующее комиссию в Украинском парламенте, которая бы мала довести все эти дела до конца. И те, кто винят, мали бы быть покараны. Все эти негидники. Если это будет сделано, однозначно одну обязанность мы выполним перед украинским нарушением. Я хочу сказать, ответить на на это вопрос, которое вы начали. Или мы сами реформы без закордонных делали бы, потому что, например, все вопросы регуляции регуляторной политики я всегда делала сама. Все спрощения для бизнеса. Айварес только брал законы, которые специально готовила наша команда, а потом за них отвечал. Я хочу сказать, что он дал привет сегодня с Сен-Жермен. Да. А он за это получил спасибо. Но я хочу сказать, что мы очень непорядно себя ведем в реформах. Например, вот сейчас последний законопроект по утепленению энергоэффективности будильных. Говорят, это требует иноземцев. Мы берем директиву, читаем, там обовязковость аудиту энергосбережения будильных только для бизнеса. Даже маленький бизнес не делает, граждане добровольно, если ты продаешь, ты замовляешь. Наши вставляют закон обовязково для всех, для малого бизнеса, для громадян мы говорим у вас, потому что говорят про драки, про крики, про кто что сказал, про шатуни, а если бы поделились, когда люди вышли вкладники, то вышли, да, вышли хлопцы такие, я сгадала тетушек, с шевронами, с шевронами белыми, яких милиция не трогала. Те же сами методы. нужно отдать должное президенту, вкладник со вкладчиками он решил и сделал это нахер лечение, это была Россия прогресс давала. Тарас, не о вкладчиках. Нет, Александра, два человека еще должны выступить. президент вытягивает людей от проблем такими скандалами, но люди показали, что если вкладники вышли, тогда их чует президент и это становится порядком денег. Так что можно относиться к Вимог Захода и что мы действуем соответственно мы должны понимать, что если мы хотим строить свою страну, она нужна в первую очередь нам. Заход переследует свою цель и цена на газ которая нам объяснена фактически фактически снищение нашей промышленности. У нас широты другие, вы понимаете, у нас холоднее, у нас не Европа, например, Немечина, Испания и так далее. С такими цинами на газ у нас будет дентестерализация. Люди ехать будут. Борислав говорил, что рынок не рынок. Так и еще можно питание. Раздеребанить страну, они просто поедут. Больше чему в Польше такая ситуация с рабочей силой? Потому что они провели такие реформы так званого Бальцеровича. Працездатное население 3 миллиона поехало до Британии и сейчас нет кому работать. Возникает вопрос, который уже не единожды звучал в этой студии. Возможно ли ускорение реформ при нынешней коалиции и нынешнем парламенте? Борислав Береза. Не нужно ли, чтобы к четвертой годовщине будет, что сказать людям? Увы, пока коалиция и оппозиция все вместе показывают, этот парламент показывает, что он недееспособен. Я считаю, что когда 21 числа мы, те, кто выйдем к народу, а мы должны выйти к народу, не побояться выходить, я лично выйду, мне бояться нечего, так вот выйдем к народу, мы должны не просто отчитываться или что-то обещать, мы должны взять обязательства, взять на себя обязательства с детальным планом, за счет чего мы собираемся увеличить количество среднего украинца. Как мы собираемся возвращать Донбасс и Крым? Каким образом мы наконец-то сделаем, чтобы украинцы не выживали, а жили в Украине? Можно спросить, кто это должен сказать? Кто это должен сказать? Можно спросить? Если мы не справляемся, не орать надо друг друга и перебивать. Слышать? А не можем, надо уходить. Спасибо, Борислав. Действительно, близится тот донбасс. в глазах тех, кто стоял у параллельной сцены Майдана, должны посмотреть те, кто обращался к этим людям со сцены Майдана. Очень интересно, как много политиков и чиновников рискнет и выйдет к народу. Посмотрим уже на следующей неделе. Это было Черное зеркало. До встречи в следующую пятницу. Спасибо. 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 Спасибо.